Каким же был уходящий год? Марина, а что запомнилось больше всего? Уходящий год стал поворотом в истории страны и Крыма. События, ознаменовавшие его, попадут на страницы современной истории. Полностью изменилась геополитика. Россия после смены вектора сотрудничества от Европы к Азии все сильнее ощущает тиски санкций со стороны Союза Европейских стран. В центре же противостояния Крым. С него все началось, и в течение 2015-го взгляды мировой общественности вновь прикованы к республике. О самых знаковых экономических, политических и культурных событиях года расскажет Юлия Козырь. Уже с 1 января 2015 года полуостров начал новую жизнь. Закончился переходный период. А вместе с ним и революционная эйфория. Пришло время плотно браться за работу. Сама острая проблема – небывалый рост цен на продукты. Наценка доходила до 150%. Пришлось вмешаться в прокуратуре. К уголовным кодексам Российской Федерации, а именно статьей 178, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Административным кодексом административная ответственность предусмотрена для должностных лиц. Штраф до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация. Для юридических лиц до 0,03 размера незаконно полученной выручки от реализации товара в работу услуг. Вернуть на ценники прежние цифры – это не помогло. Но, по крайней мере, рост цен остановили. Эта проблема стала точкой отсчета создания новой транспортной логистики. Тема нехватки продовольствия продолжилась. Из-за введенных против России санкций Евросоюза наша страна объявила им ответные. Под запретом оказались продукты питания из-за границы. Перестали пускать их и на территорию полуострова. Уже через два дня после вступления соответствующего закона в силу на пункте пропуска Армянск задержали партию иностранного груза. В ходе досмотра была выявлена перевозка перца сладкого производства Голландии, можете видеть его здесь, салаты различных видов производства Испании и Польши. Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 6 августа, данная продукция подлежит уничтожению. Окончательно же изменила ассортимент продуктов на полках крымских магазинов, объявленная Чубаровым, Ислямовым и Джимилевым продуктовая блокада Крыма. За две недели российские товары в Крыму полностью заменили украинские. У всех сетевиков давно заключены контракты с сельхозпроизводителями Крыма Российской Федерации. У нас полностью подготовлены все площадки для ярмарков сельхозрайона, для того, чтобы крымские сельхозпроизводители могли сбывать без проблем продукцию, а соответственно граждане доступ имели к более дешевому продукту. То есть никакой проблемы на самом деле-то нет. Более бессмысленной, бестолковой акции я не видел. Но эти люди на другие не способны, я лично их знаю. На мой взгляд, цель этой акции занять там от безделия своих националистов, которые там в палатках как раз отдохнут, отъедятся, водки вечером им нальют и так далее. То есть все будут нормально себя чувствовать. Чем бы дитя не тешилось, либо не плакало. Пытаются отработать уже те деньги, которые были годами вложены в этих бездарных лидеров, которые пытались позиционировать себя лидерами Крыма, лидерами отдельных народов. И, конечно, американский госдеп требует одних каких-то действий. Они ни на что другое не способны. Вот только создавать такой публичный фон определенный, который в первую очередь, на мой взгляд, ударит только по сельхозпроизводителям Херсонско-Николаевско-Запорожских областей. В первую очередь будет негативный эффект у граждан Украины. Я лично думаю, что все это вызовет в том числе ответную реакцию у жителей, проживающих на территории Херсонской области, которые исторически и традиционно имели связи с крымскими рынками поставок продовольствия. Поэтому, на мой взгляд, еще раз говорю, все это направлено только против своего народа. Еще одним знаковым событием для экономики полуострова стало окончание процесса национализации. В общей сложности около 250 объектов, подавляющее большинство из которых ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Сегодня это просто ряд процедур в отношении объектов, по которым была принята процедура принудительного выкупа. Но собственники и не могут физически их предоставить, то есть документов, поскольку выкупов никаких не было. И мы просто заходим в тупик, поскольку они ничего не предоставляют. У нас дальше нет возможности оформлять их соответствующим образом. Поэтому было принято решение о национализации. Собственник Ялтис, как и на студии, решил, коррумпировав судей первой инстанции, решил бороться в данном случае за свою ситуацию. Мы говорим, очень хорошо, привет судье, которые приняли такие решения. Поверьте, это только начало процесса. Мы заслушаем на государственном совете полностью расследование. После того, как эти решения будут отменены, то есть в данном случае выступим с ходатайством лишив судейского статуса. Ряд лиц. Поэтому все мы объясняем. Кто будет работать против государства, пусть на нас не обижаются. Не менее сложно обстояли дела в политической жизни республики. На протяжении всего года разгорались один за одним коррупционные скандалы. При получении крупных сумм денег были задержаны глава налоговой службы Крыма Николай Качанов, депутат государственного совета Валерий Гриневич. Совсем недавно за вымогательство денег попали за решетку глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров. В коррупционных действиях подозревался министр промышленной политики и торговли Андрей Скрынек. Два дня назад в итоге он лишился своего кресла. Возможно, именно это уголовное дело и сыграло основную роль в принятом главой республики решении. Впрочем, своих кресел лишились еще несколько министров, которые не справлялись с поставленными перед ними задачами. Самое нестабильное министерство – здравоохранение. Здесь начальника за последний год меняли два раза. В разгар курортного сезона уволили Елену Юрченко, министра курортов. Перед Новым годом остался без министерского портфеля Владимир Ливандовский, глава финансового ведомства. По собственному желанию сложил полномочия глава законодательного собрания Севастополя. Да и в целом, конец года был, к сожалению, насыщен печальными событиями. Две авиакатастрофы полностью изменили геополитическую ситуацию в мире. В сентябре Россия начала военную операцию в Сирии. В отместку террористы исламского государства взорвали над Синайским полуостровом российский самолет. Но своего апогея напряженность в мире достигла после того, как Турция предательски сбила бомбардировщик Су-24. Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. Как итог, на полуострове свернули все турецкие инвестиционные проекты. Двусторонние связи полностью расторгнуты. Но самый тяжелый удар Крыму в этом году нанесла другая соседка – Украина. В ночь на 22 ноября началась так называемая энергетическая блокада полуострова. Крым погас. Правительство вводит режим чрезвычайной ситуации. Остановлены предприятия. Многие районы полуострова по несколько дней оставались без света. Профильное министерство не справлялось с ситуацией. Графики подачи электроэнергии не соблюдались. Глава ведомства был отправлен в отставку. Картина, коллеги, понятная. С учетом того, что у нас министерство топлива и энергетики не выполняется функциональной обязанности Сергея Викторовича, вам придется искать другое место работы. Я сожалею о том, что вы подвели нас всех. В этой ситуации график сформирован не был. Поэтому спасибо вам. Говорим спасибо, еще не за что говорить. Прокуратура дальше скажет, будет ли спасибо. На улицах городов повсеместно гудели генераторы. Пока президент страны не сделал сюрприз. Он лично прибыл в Симферополь, чтобы запустить первую нитку энергомоста с Кубани. Конец энергоблокады Крыма и шантажу со стороны Украины Владимир Путин положил в режиме видеомоста из Кремля. Раньше обещанного 15 декабря. Еще один подарок Крыму от главы государства – финансирование республики на следующий год. Такого бюджета в истории полуострова еще не было. Замечательный, это шикарный подарок для всех крымчан. Сейчас задача наша справиться с тем, что мы имеем. Когда научимся переваривать эти все средства эффективно, быстро, тогда будем говорить, что может быть где-то еще можно заработать денег. А пока достаточно крымчане могут встречать Новый год с чувством глубокого удовлетворения и хороших надежд. Теперь осталось ими грамотно распорядиться и вовремя освоить. А это, как показал опыт нынешнего года, совсем непросто. По итогу исполнения бюджета 2015 года по многим программам деньги перевели на следующий год, не сумев вовремя применить по назначению. Однако, несмотря на все перипетии, в правительстве глава республики оптимистично оценивает работу своей команды. На твердую четверку сработали точно. Это никаких сомнений не вызывает. При этом, если взять, еще раз говорю, внешние факторы, которые присутствуют на сегодняшний день, столько водных, которые поступают регулярно каждое утро, не менее пяти водных, которых нет ни в одном федеральном законе, если так взять, то можно сказать, что и на пятерку сработали. В таких водных ни один субъект не работал. Знаете, когда у нас говорят, что сравнивают с какими-то субъектами, я говорю, вы сначала поставьте нас в одинаковые условия, а потом, соответственно, проводите сравнение. Для этого надо в конкретном субъекте взять, за год поменять законодательство, валюту, паспорта, законы все, избрать новые органы власти, при этом отключить свет, воду. Зато отлично справились со всеми испытаниями сами крымчане. Ни одна блокада не сломала дух патриотизма и не рассеяла наш оптимизм.